Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко. В этом видеоролике я назову вам топ 5 причин, почему не стоит покупать Realme GT Neo 5. И здесь, конечно же, можно сказать странно, потому что многие говорят, что это довольно-таки хороший смартфон. Да, и я даже говорил, что у него есть очень интересные, скажем так, и возможности. В принципе, в действительности может быть смартфон неплохой, но все равно у него есть минусы. И вот как раз вот этот видеоролик может быть полезен тем, кто собирается купить вот этот вот смартфон. Потому что, посмотрев его, вы узнаете все самые основные минусы вот этого вот смартфона. Вы их взвесите все за и против. И если для вас эти минусы не важны, тогда вы можете уже спокойной душой покупать этот смартфон и радоваться, наслаждаться использованием этого смартфона. Ну, а если же для вас эти минусы важны, то, конечно же, стоит подыскать какую-то другую модель. Так что усаживайтесь поудобнее. Я называю топ 5 причин, почему не стоит покупать Realme GT Neo 5. Даже созвучно как бы топ 5 Realme GT Neo 5. Прежде чем начнем мы этот видеоролик, хотелось бы сказать, что это будет чисто мое субъективное мнение, и оно может отличаться от вашего. Если в действительности так и будет, ваше мнение я жду в комментарии под этим видеороликом. Ну вот теперь можем начинать. И первая причина, почему не стоит покупать Realme GT Neo 5, это версии. Realme GT Neo 5 это только китайская версия. Перед вами сейчас как раз и есть китайская версия. Есть, конечно же, еще Realme GT 3. Это глобальная версия. Но он дороже. Дороже он будет примерно на 50%. Это около 200 долларов. Ну вот представляете себе, смартфон дороже будет на 200 долларов из-за того, что это глобальная версия. Если покупать китайскую версию, то нужно немного выделить время на удаление китайского софта. И смириться с некоторыми минимальными недостатками. По такому типу, как китайская вилка на зарядном устройстве, отсутствие, возможно, некоторых бендов, урезанного Always-On Display, и, возможно, некоторые проблемы с уведомлениями. Ну или, конечно же, нужно будет прошивать на глобальную прошивку. Что как раз не каждый либо захочет, либо не каждый сможет. Вторая причина, почему не стоит покупать Realme GT Neo 5, это блокировки. Да, вы не ослышались, блокировки по сети. Если покупать Realme GT Neo 5, китайскую версию, то до сих пор есть шанс, что можно получить блокировку по сети. То есть будет заблокирована мобильная сеть. Но есть хорошая новость, это все решается. Первый вариант решения перед отправкой попросить, чтобы продавец активировал смартфон в Китае. И вы далее пользуетесь спокойно китайской версией смартфона, китайской прошивкой. И блокироваться смартфон не должен. Второй вариант после прихода прошить смартфон на глобальную прошивку. Это, конечно же, может быть не каждый захочет и, возможно, не каждый сумеет. Но в целом я пользовался и первым, и вторым вариантом. И все отлично работает и на сегодняшний день. А смартфоном на сегодня я пользуюсь уже около трех месяцев. То есть я сначала пропользовался где-то полтора месяца на китайской версии прошивки. У меня смартфон был активирован в Китае. И потом я прошил его на глобальную версию прошивки. Полтора месяца точно так смартфон работает, нигде ничего не блокируется. У меня все хорошо. И по этому поводу у меня есть отдельный видеоролик. Можете посмотреть или стать немножко ниже на этом же канале. Третья причина, почему не стоит покупать этот смартфон, это его камера. Если учитывать, что это флагман компании, а это так и есть, особенно если брать во внимание Realme GT3, который стоит 600 долларов, то камеры здесь довольно-таки слабые. Ну и в целом можно сказать, что нормальная камера здесь только одна, основная. Остальные камеры здесь бюджетные. Ну, например, широкоугольный 8-мегапиксельный модуль камеры сильно простой и достаточно бюджетный. Макро, точнее микроскоп без автофокуса спасает только то, что это микроскоп с максимальным увеличением до 40х, что хоть чем-то отличается от других бюджетных смартфонов. Ну а фронтальная камера здесь и вовсе может записывать видео только в Full HD и только 30 кадров в секунду. Плюс ко всему стабилизацию вовсе нужно все время включать отдельное. Ну и угол, конечно же, будет становиться уже. При всем этом фронтальная камера здесь записывает видео так, как и множество других бюджетников. Единственный плюс это то, что хотя бы стабилизацию можно включить. То есть в итоге, как для флагмана компании, то здесь только один нормальный модуль камеры. Это основное. Все остальное, можно сказать, бюджетное. Четвертая причина, почему не стоит покупать GT Neo 5. Если здесь уже пройтись по мелочам, то можно назвать и отсутствие слота под карту памяти, и отсутствие разъема под проводные наушники, и отсутствие беспроводной зарядки, так как напомню, что это все-таки флагман компании. А если обращать внимание на Realme GT 3, то он стоит вовсе 600 долларов, а за 600 долларов уже можно купить смартфон с беспроводной зарядкой. Например, если посмотреть хотя бы на те же самые Pixel 7 версии. Так что есть очень даже неплохие альтернативы, если в особенности смотреть на Realme GT 3. Так что будьте внимательны, когда будете покупать Neo 5 и GT 3, знайте всегда разницу. Потому что там цена, разница в цене может быть около 50%, а это порядка 200 долларов. Ну, пятую причину, наверное, я больше называть не буду. Я скажу, что это, наверное, и все. Нет смысла придумывать чего-то или придираться к чему-то. Все основное я уже назвал вам немножко выше, а дальше вы уже сами решайте, важно это для вас или нет. Если для вас эти причины не важны и не играют существенной роли, тогда спокойной душой покупайте смартфон, радуйтесь и пользуйтесь. Ну, а если для вас эти минусы критичны, конечно же, подумайте перед покупкой, возможно, есть какие-то другие альтернативы. По данному видеоролику у меня, в принципе, все. Если вам этот видеоролик чем-то понравился или был полезен, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой первый и второй канал в YouTube, Telegram-канал и чат взаимопомощи. Помните, ваши варианты с минусами и причинами не покупать этот смартфон я жду в комментарии под этим видеороликом. Делитесь этим видео с друзьями, знакомыми, близкими, так как многим оно может быть интересно и полезно. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok